Налоговая инспекция по городу Новочебоксарск 17 июня 2013 года направила сформированные налоговые уведомления в Центр обработки данных, находящиеся в Нижнем Новгороде, где они будут распечатаны и направлены по почте налогоплательщикам. Поэтому не удивляйтесь, когда увидите, что письмо пришло из Нижнего Новгорода. Налоговые уведомления начнут поступать плательщикам уже в начале июля и до сентября, до всех уже должны дойти. Хотелось бы напомнить, что согласно налогового законодательства, корреспонденция, отправленная по почте, считается полученной по истечении шести дней. Если налоговое уведомление не дойдет до налогоплательщиков до сентября, просим подойти в Налоговую инспекцию по месту нахождения имущества для получения дубликата. К налоговому уведомлению с расчетом налогов будут приложены квитанции на оплату, а также план заявления о несоответствии информации, указанной в уведомлении на оплату. То есть, если в налоговом уведомлении содержатся ошибочные или устарелые сведения об объекте налогоплательщика или о месте проживания плательщика, имеется возможность подать налоговый орган указанное заявление для устранения недостоверных сведений. Оплату налогов можно произвести через любое кредитное учреждение, а также через устройство самообслуживания. Это платежные терминалы и банкоматы. В соответствии с налогозаконодательством при оплате налогов банские комиссии не взимаются. О наличии или отсутствии задолженности по налоговым платежам можно посмотреть на сайте налоговой службы налог.ру или узнать в налоговой инспекции. Ставки налога на имущество физических лиц и земельного налога за 2012 год в ночь в Акцарске остались такими же, как и за 2011 год. Ставки транспортного налога на 2012 год в Чувашской республике незначительно увеличились по водным, воздушным транспортным средствам, снегоходам и другим самоходным транспортным средствам, а также по легковым автомобилям мощностью более 200 лошадиных сил, мотоциклам мощностью более 20 лошадиных сил, автобусам мощностью более 200 лошадиных сил и по грузовым автомобилям мощностью также более 200 лошадиных сил. Льготы по налогу на имущество имеют герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полный кавалер орденов славы, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, военнослужащие, пенсионеры, граждане, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане, члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, и супруги, и родители гражданских служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. А также на территории города Чебоксарска освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Они освобождены от уплаты налога за квартиры и жилые дома. Под тем, кто имеет долги по налогам за прошлые годы, инспекции направлены в этом году для принудительного взыскания в службу судебных приставов около 1200 исполнительных документов. Платите налоги вовремя.